так но соответственно ссылку прикреплю ниже а теперь читаем смотрите какая интересная статья в центр избирком виде трансляция с участков будет доступна всем заинтересованным лицам это 14 7 2021 года название сказочная да и вроде как звучит просто замечательно но обязательно давайте ее прочитаем ссылку прикреплю если кому-то не нравится моя дикция соответственно берите читайте так видео трансляции с избирательных участков на выборы в сентябре будет доступна для всех участков избирательного процесса в том числе в 86 центрах общественного наблюдения в которых может находиться любой заинтересованный человек помните сколько видео мы всяких интересных получали до об этом журналистам среду сообщил зампредседателя центр избиркома россии николай булаев мы все были запрограммированы на голосование в один день теперь у нас трое суток понятно что это другое удовольствие и за другие деньги поскольку в течение трех суток видеорегистрацию мы не можем обеспечить за те же самые деньги то мы пришли к выводу что ее нужно обеспечить в первую очередь для тех кто впрямую участвует в избирательной кампании сказал булаев по его словам видео трансляция будет доступна для всех кандидатов одномандатников и участвующих партий видео трансляция будет доступна в участковых избиркомах территориальных избиркомах избиркомов субъектов и самое главное она будет доступна в 86 центрах наблюдения где может находиться любой заинтересованный человек и он может наблюдать все что происходит в режиме онлайн отметил зампред цик по его словам в центре наблюдения любой заинтересованный человек также может посмотреть запись того что происходило на участке чуть раньше он может проанализировать это вместе со специалистами увидеть было нарушение или нет зафиксировать этот факт и тут же написать жалобу получить решение по ее рассмотрение предлагаемая нами схема на мой взгляд является более конструктивный и более толерантный с непосредственным участием избирательного процесса наблюдатели могут быть на участках могут быть в территориальных избиркомах могут быть в избиркомах субъектов и они смогут быть в центрах наблюдения где все это есть подчеркнул булаев он добавил что в текущих ситуациях больше всего будут страдать те люди кто привык отслеживать избирательный процесс сидя на диване вот ключевым является сидя на диване да они будут страдать потому что им на участке ехать не хочется здесь они посмотрели что-то записали что-то скомпилировали вырезали они делают сообщения запускают фейки и дальше их тиражируют или тиражируют то что было когда-то и где-то даже не в россии сказал он поэтому мне кажется наша конструкция вполне подходящая для добросовестных участников избирательного процесса кто намерен бороться с нарушениями если они есть здесь и сейчас они через три месяца при этом сделать свою пиар-компанию ничего не добиваясь и даже не пытаясь добиться приходите наблюдайте мы ничего не скрываем заключил зампред цик о выборах центр избирком россии на заседании среди среду утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов госдумы видеокамерами будут оснащены около 50 тысяч избирательных участков впоследствии в ряде сми появилась информация о что с видеорегистрации с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих представляете да то есть как бы вот я вам прочитал статью а здесь уже идет президент путин рф 17 июня подписал указ о назначении выборов в госдуму 8 созыва на единый день голосования 19 2021 года сентября они пройдут в течение но в общем дочитывайте мне это даже уже не интересно да да ну а чё значит не интересно они пройдут течение трех дней 17 18 и 19 сентября одновременно с выборами в госдуму единый день голосования должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов российской федерации еще трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты загс собраний и 39 региональных парламентов добавляю что санкт-петербурге будет загс так что но вот видите какое интересное событие я думаю что все видели трансляции которые были ранее да но посмотрим сможет ли партия единой россии получить например процентов 300 вместо 146 как было там в одном месте интересно когда-то так что ну я же пойду на выборы 19 сентября во второй половине дня а вы как пойдете я не знаю да ну соответственно потому что у нас пропорциональная система распределения голосов я думаю что кто-то слышал а кто не слышал поинтересуйтесь что это такое но и соответственно если в комментариях кто-нибудь напишет хочет об этом знать ну соответственно сниму об этом ролик я же буду голосовать за коммунистическую партию российской федерации а за кого будете голосовать вы ну решайте сами да ну и соответственно бюллетеней в зависимости от регионов я так понимаю будет разное количество потому что все зависит от того у кого какие выборы там будет происходить соответственно будут голосование по одномандатном и по партийным списком то есть это как минимум два бюллетня будет на участке нужно будет заполнять правильно ну и соответственно я пойду туда ножками своим 19 сентября но возможно будут еще какие-то нововведения соответственно отслеживать что у вас там по вашим регионам от эту статью рекомендую всем внимательно прочитать но и также поинтересоваться кто там чего как где у кого сколько участков будет и где же вот эти вот 89 добавочных мест для посмотрения